Давай, приезжай. Михаил Иванович, можно к вам в гости? Пожалуйста. Представители администрации района, Управления социальной защиты населения, Совета ветеранов и отдела культуры в преддверии самого главного праздника нашей страны, Дня Победы, навещают участников Великой Отечественной войны. Такие визиты давно стали доброй традицией. Делегаты поздравляют ветеранов, дарят подарки и говорят слова благодарности и истинной признательности героям. День Победы, это праздник у нас и радости, и скорбей. Да, живой. Да, живой. Браво. Пожелаю вам долголетия, чтобы вас окружали близкие, которые заботятся о вас все время, чтобы вас не покидали, чтобы у вас все было хорошо в этой жизни. Передаю вам поздравления от губернатора Красноярского края, от представителей депутатов законодательного собрания Зяблов Сергей Филиппович. Акция молодежная идет, поздравления и приглашения, если сможете, на праздник, который будет у нас завтра, 8 числа в 16 часов. Рады за вас, что вы жили. Живите очень долго и счастливо. Не только подарками и добрыми словами радуют ветеранов, ведь всегда приятно послушать хорошую фронтовую песню. Музыкальные открытки вызывают море чувств, накатывают воспоминания о молодости, трудной, но героической. Ведь именно песня зачастую помогала выжить и поднимала боевой дух советских солдат. Александр Николаевич в Великую Отечественную войну и в послевоенные годы служил на флоте, поэтому песня для него специальная. Суровой походкой матросской иду я навстречу рога, а после победы геройской скалисты вернусь берегам. В нашем районе на сегодняшний день проживает 67 участников и инвалидов Великой Отечественной. Про каждого из них помнят и чтят подвиг героев. Сегодня ветеранам говорят спасибо за то, что все смогли и все преодолели, за жизнь и за мирное небо над головой. Мы знаем, что вы вложили себя полностью в то, чтобы победа состоялась. Поэтому благодарим вас, низково кланяемся за победу в войне, за то, что мы живем сейчас мирно и счастливо. Ваш подвиг трудовой и боевой в годы войны, послевоенное время, всегда останется в сердцах наших советских людей. Благородные лица ветеранов сегодня по-особому светятся, а глаза наполняют слезы. Это всегда был и будет их праздник. Великий праздник победителей.